Когда начинаешь говорить о небожителях, ведь это, знаете, как серпом по одному месту причинному. Почему? Потому что если вдруг вы, друзья, возьмете и поверите, к примеру, возьмете и поверите, что в небе живут другие люди, и там небом управляют совершенно другие правители, и там, возможно, у тех правителей на небе можно искать защиту и поддержку. Тогда вы не просто молиться будете туда, конечно, весь народ кинется на колени и будет молиться, чтобы, друзья, вымолить какие-то себе поблажки, ковришки. Я вот сегодня дала разговор о смерти, сказка о смерти, которую я напечатала 2004 год. Сакральные знания, у нас мало кто о них вообще знает и говорит, реально мало. Потому что кричать, перехватывать друг у дружки можно. У меня постоянно перехватывают все мои сакральные знания. Вот когда перехватывают, то человек думает, что он разобрался, схватил и грызет мои знания, как свои, и показывает. А вот свои-то знания он уже не может, потому что он не знает, как сварить из этого как раз суп, сварить из сакральных знаний. Суп из топорища, как мне сказал здесь мой товарищ по Академии госслужбы, он сказал, суп из топорища, пожалуйста, тебе сварят. А вот твои знания все равно никто не может до конца понять. Ну такая ситуация, друзья, когда я действительно это понимаю, что знания воруются, выставляются как свои, мы и так все знали. Это важно на самом деле понимать, что такое сакральные знания. Так вот, в 2004 году я напечатала в журнале «Президент парламент правительства. Встреча со смертью». Там с большим глубоким смыслом. Послушайте утренний рассказ на эту тему. Вы поймете, о чем я говорю.